Я вижу, что представители Днепровской группы приехали по поводу вас. Как я сказал, что буду говорить об этом, жажда определяется. Вы знаете, я несколько минут скажу перед тем, как начать. Интересно, что сегодня такой век модернизации, ускорения, движения, самолеты, трамваи, автобусы, маршрутки. Может быть завтра будут какие-то уже вертолеты, как маршрутки. Чтобы вообще потратить нам две минуты надо, чтобы перелететь и стоять. Но вам интересно, что, понимаете, какая вещь. Вроде как все ускорение, и мы должны ускоряться во всем, и в вере ускоряться. Но получается наоборот. Мы как будто атрофируемся. Зачем мы можем и через интернет посмотреть. Мы можем и дома, мы можем и сами помолиться. Мы можем перед иконкой постоять. Я часто общаюсь с людьми. Я вот приглашал, я говорю, дети молятся за исцеление. Он говорит, а мы тоже молимся. Я говорю, знаете, это хорошо, что вы молитесь, это слава Богу. А вопрос, а какой результат? Ну, это Богу видно. И я сразу понимаю, что человек вообще ничего не умеет понять. Так вот интересно, что вот на этих картинках мы видим, что в то время, когда люди должны иметь отвлекать, это было как сегодня внедорожник Мерсендет, то люди ходили пешком. Люди из-за жажды, жажды личной свободы. И даже свобода выражена не в физическом состоянии, а здесь свобода. Свобода, вот это важно. Они готовы были идти за Иисусом 3-4-5 дней, чтобы только Его увидеть. Только пошел слух, что где-то, как-то, что-то там происходит. Где-то, что-то, как-то. Люди пересекали, мы вот читаем Библию, на расстоянии субботнего пути. На расстоянии трех дней. Мы сегодня измеряем, сколько времени маршрутка ходит, или сколько там километров. А у них дня не измерялось. И это пешком. Это не то, что тебя там подвезут сейчас. Это пешком. И это значит, что ты идешь. Ты не можешь с тобой взять чемодан на роликах. Он еще не придуман был. Чтобы ты еды с собой взял. Это значит, что ты можешь взять с собой хлебушка. Ну, на сколько? На пару часов. А в остальном, ты уже ищешь пропитание. И людей это не останавливало. Людей это не ограничивало. Люди стремились, стремились что-то узнать. Что-то открыть для тебя. И они готовы были пересечь невероятные расстояния. Интересно, что однажды, вот читая Библию, Иисус пересек озеро. Люди только услышали, что он будет там. А они уже там ждали его. Как это произошло? Неувероятно. Но Иисус, когда увидел их. Он говорит, и лисицы имеют норы. Мне негде скрыться. Жажда людей, стремление. Вы знаете, если первый шаг к свободе – это жажда. Жажда что-то открыть для тебя. Жажда познать Бога. Жажда стремления. И это выведет тебя на новый уровень, я говорю, эволюции. Эволюции жизни. Потому что в Нем Боги сокрыты все наши сокровища. Аминь. Аминь. Хорошо. Поэтому, хвалу Богу, я рад за то, что даже в Днепропетровске люди приехали сюда для того, чтобы получить информацию. Получить что-то, что поможет им в своей жизни. Хорошо. Слава Богу. Мы, знаете, действительно, мы приняли, мы молили, думали и приняли такое решение, что такая комната должна существовать в Днепропетровске. Это хорошая практика. Практика не просто как больничная комната. А это практика свободы. Потому что цель наша не просто делать, чтобы через нас Бог делал кого-то здоровее. А цель наша в том, чтобы здесь ученики появились. Чтобы Царство Божие начало распространяться. Потому что человек, который знает на самом деле истину, на самом деле истинное положение вещей вокруг себя, он будет в этом ходить. Он будет это применять. Согласны? Да. Поэтому наша цель это плодотворная работа. Открывая Царство не Божие для людей. Хорошо. Слава Богу. Тогда я так понял, что здесь практически все верующие люди. Правильно? Ну, может быть. Всё. Я предлагаю сейчас, поскольку наше собрание, оно буквально не косвенно, а буквально связано с Богом. То есть, имеет религиозный оттенок. И мы будем говорить, что Бог – это источник. Источник жизни. То мы, конечно же, правильно начать. Молитву. Молитва. Молитва – это связь Бога. Это мозг, который прокладываем мы лично. Сами, в этом мире, невидимым Богом, невидимым миром. Аминь. Да. Хорошо. Тогда просто склоните голову. И давайте согласимся с вами. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Да, Господь. Спасибо. Благосоверный Бог Всевышний. Бог, сотворивший небо и землю. И всё, что существует. Всё, что мы в чём живём. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Твою щедрость и милость, и любовь через явление Сына Твоего Икута Христа. И Ты принёх нам свободу, долгожданную свободу, свободу от тьмы, от ограничения, от угнетения и порабощения. И благодаря, Господь, Твоему Сыну Иисусу Христу, мы обрели в Нём всё. Мы обрели в Нём жизнь. Мы обрели в Нём надежду. Мы обрели спасение. Отец наш, Бог, мы благодарим Тебя за Твоё присутствие в нашей жизни и присутствие в день. Поскольку Слово Твоё говорит там, где мы собраны во имя Сына Твоего, там и Ты пребываешь среди нас. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты в нашей жизни протираешь Твою руку для совершения знамений, чудес, для совершения силы. Сила, которая спасает, освобождает, и сила, которая свидетельствует нашему разуму, нашему душе о том, что Ты, Бог, источник, источник жизни для нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Отец. Господь, благослови это собрание. Господь, благослови эту идею нести Твоё Царствие в люди, в этот мир, нести свет в этот мир. Благослови, Господь, желание нашего сердца. И подкрепи это силой, знамением, чудес. Подкрепи это Твоим словом. Подкрепи это, Господь, Твоим присутствием. Присутствием Твоих ангелов. Верь. Мы знаем, Господь, то, что Ты слышишь нам. А если Ты слышишь, то отвечай. Господь, пусть Твоё благословение будет прямо сейчас на каждом человеке, который находится в деле. Мы соглашаемся с Тобой, Господь, что люди, находящиеся здесь, слышая это слово, они уже будут обретать эту долгожданную свободу в своих сердцах, в своих телах и в своих мыслях. Во имя Сына Твоего и Сына Твоего. Аминь. Аминь. Это место, где будет Бог исцелять людей. Поэтому это названо «Комната исцеления». Вы знаете, читая Писание, изучая стиль жизни Иисуса Христа, изучая его откровение, которое Он принёс нам на землю, вообще среди людей. Это откровение о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, которое было для многих людей как недотяжимый уровень, недотяжимая территория. И многие люди, думая и размышляя о этом термине, Царство Небесное, уже был этот термин. Но для них это было, как сегодня для многих людей, загробный мир. Слово «загробный мир» это сленг, который употребляют многие люди. Кто-то в него верит, кто-то в него не верит. Но тем не менее, все лишь понимают, что если Царство Божье, это связано с понятием «загробный мир», то есть «загробом». То есть, это значит, что здесь на земле, это для нас недотяжимо. Здесь на земле мы не можем это видеть. Мы можем видеть только тогда, когда-то. То есть, наше мышление находится в состоянии неопределенности. И если для нас это не определено, неопределенное понятие, тогда мы в нем не живем и не пользуемся. Но изучая Писание, мы видим, что Иисус принес открытие Царства Божьего. Он когда приблизился, оно здесь. И в чем выражается Царство Божье? В чем выражается это открытие для людей? Самое главное, что Бог любит людей. Вот это самое главное. Поскольку и в то время для многих понимание Бог было что-то далекое и, скорее всего, враждебное по отношению к человеку. Почему так? Почему у многих людей в сегодняшнее время вкладывается такое впечатление о Боге как о враждебном элементе? Потому что они связывают все события своей жизни или события Земли, многих людей. Они связывают это с Богом. И говорят, ну, если Бог существует, то почему Он это все допускает? Почему это? Как будто Бог на самом деле является инициатором всего этого происходящего события. И так люди думали и тогда, и так люди думают и сегодня. И это результат того, что люди не имеют никакого им понятия о Боге. Но Бог послал свое Слово. И в Евангелии от Иоанна написано, что Слово, которое Бог послал на землю, оно было еще вместе с ним. Еще до сотворения этого мира. И это Слово, посредством которого Бог создал идеальный мир. И когда Он создал эту идеальную среду, а мы все с вами согласимся, что мы живем в идеальном мире для нашего существования. Вы дышим кислородом? Да. Как мы считаем, изменился ли кислород, который был, к примеру, пять тысяч лет назад или десять тысяч лет назад и сегодня? Изменилось. Изменилось ли Солнце по своей структуре? Ну, то есть, ну, может быть там размеры, но оно как тогда светило и грело и давало определенную энергетику творенияму, там, растительности, животным и нам. Так и сейчас это делается. Правильно? Мы смотрим, что небо такое же самое, как было тогда. Мы смотрим, что трава такая же самая. Мы думаем, что вокруг нас среда точно такая же, которую Бог сотворил раньше. Да, возможно, сегодня, там, производство человека немножко отравило среду. И что-то есть изменение, вода и так. Но по своей сути и структуре все осталось точно такое же, как Бог сотворил тогда. И такое же самое слово о творении мира, оно послано на землю к нам в лице Иисуса Христа. И в Иоанна, в первой главе написано, что Иисус был, это была сама жизнь Бога. Это была сама гармония, которая была светом для человека. Цвет для нас. Иисус Христос является для нас таким же светом, как является для нас Солнце. Мы же тянемся к Солнцу. Вот мы просыпаемся утро. Почему? Потому что светло. А если светло, от чего светло? Потому что тот участок земли вошел в радиус действия Солнца. Представьте, если бы мы проснулись и темно, и темно, и темно, и солнце не светит. Вот просто вот остановилась земля и все, не крутится. Что бы было здесь? Да все бы погибло тут. Правильно? Все бы умерло. Почему? Потому что произошел коллапс, разъединение с источником, источником тепла. Вот так же самое в жизни человека произошло рассоединение с Богом, который человека сотворил. И Писание говорит, что человек погрузился во тьму, внутреннюю тьму, душевную тьму, духовную тьму. И это привело человека к появлению болезней, грехов. Сначала грехов, потом болезней. А грех это что такое? Это когда у мыслов человека нету этики гармонии. Нету от чего опереться. Это вера в собственное воображение. Понимаете? Воображение, которое рождается внутри человека в формированной мысли. На которое повлияло что? Что угодно. Обстоятельства. Неправильное воспитание, которое тоже родители. Это передача приемственности информации, которая изначально стоит в том, что человек стал далеки от Бога. И самое главное, да, люди возможно верили, что Бог есть. И сегодня тоже говорят, я верю, что Бог есть. Просто веришь ты в Его любовь. Что Он любит тебя. И для многих это понятие абтрактное. Скорее всего более религиозного оттенка носят. Такого холодного, знаете, холодного, такого тусклого, и неприемственного, и далекого. Так же, как мы смотрим на вечернее небо, ночное, и видим звезды. Ведь звезды же тоже светят, правильно? А греют ли они нас? Нет, не греют. Вот так же понятие людей, любовь Божьей. Говоря об Иисусе Христе, мы в Нем видим отражение желания, стремления Бога по отношению каждому из нас. Его не просто где-то внутреннее желание, а Его действия и поступок, которые Бог уже открыл и совершил через нас. Аминь. Я на 17 главе 26 стихе Иисус сказал, что Я открыл имя Бога. И Я открыл имя Твое. Это молитва Иисуса. И Я им, людям, миру, открыл имя Твое. И да, любовь Твоя, которая во мне, пусть будет в них. И тогда Я буду в них. И вот есть такая связь. А я хочу подчеркнуть, что все, что я сейчас говорю, это формирует нас, мысли. Это создает некий канал, диапазон нашей работы, нашего мышления, который открывается для того, чтобы жить Божье вливалось. Это напрямую связано с исцелением. Я хочу доперед сказать, что проблема физического характера, душевного характера или какого-либо другого характера связана именно из-за того, что канал между человеком и Богом очень слабый. Очень слабый. Почему? Как? В чем он выражен? Человек перестал видеть в Боге, а конкретно в Иссуте Христе источник своего утешения. Перестал. Перестал. Прямой пример. Мы, знаете, в Ветхом Завете было как-то неопределенно. То есть, ну все знали, что Бог всемогущий может исцелить. И мы знаем, что исцеления происходили. Вот, Библия говорит, что был некий там бассейн, канал Вифер, да, и там, ну как написано, что когда вода начала дребезжать, ну как написано, ангел возмущал воду, то люди окунались в эту воду и получали исцеление. Вот такой интересный момент был. И, по сути, люди знали о том, что исцеление от Бога существует. Но для них это все равно было абтрактно, далеко и неприменительно. И даже при том знании, что Бог исцеляет, людей не было никакого канала, чтобы они могли получить. То есть, люди верили, что Бог может исцелить, но не знали, как Он это может сделать. И как им достичь этого соединения. Но когда появился Иисус, то Он вместе с собой принес не просто силу, Он принес с собой еще информацию. Учение. Учение. Учение о вере. Учение о вере. Учение о вере. И когда Он появился здесь, на земле, написано, что народ, сидящий во тьме, увидел свет, то Он выражен был в том, что Иисус демонстрировал силу Божию, которая пришла вместе с Ним на землю. И Он озвучил это, что это и есть Царство Небесное. Царство Небесное – это сам Бог здесь. И в конкретности, Его любовь здесь. Его проявленная любовь здесь. И открыл имя твое. Мы знаем, что у Бога есть множество разных имен, которые Он открывался в разные исторические времена людям. И каждое имя отражало определенный характер действия Бога. И мы знаем, те, кто читал Библию, что Бог ей – Бог мира, обеспечитель, Бог покоя, Бог вселенной, Бог изначально существующий, Бог смотрящий вперед, Бог усматривающий все. И Бог – Силитель. Конкретно, Бог – Силитель. И Иисус открыл самую важную листок Бога, характеристику Бога, которым воплощено все. Это любовь. Любовь Божья к людям. И оно было выражено в действиях и поступках самого Иисуса. И когда Он ходил, Он встречал кого? Больных людей, страждущих, угнетенных. И Он их исцелял. И Его действие являлось отражением Божьей силы и любви. И, по сути, Иисус помогал людям формировать внутри себя вот этот канал восприятия Бога Отца. Что Бог Отец есть любовь. Что Он близок к людям. Он приблизился к человеку. Он хочет спасти человека. Он не пришел осудить человека. Еще более угнетать человека. Он пришел ему помочь. Он приблизился к каждому человеку, чтобы помочь. И самое главное, что человек, когда видя Иисуса, в его разуме, в его мышлении открывается эта связь, канал. Он сказал, что Бог хочет тебе помочь. И что Бог может это сделать. И что Бог приблизился к тебе, чтобы это сделать. Аминь. Поэтому проблема в том, что люди, веря в собственные мысли, а не в Слово Божье, они нарисовали свое воображение виртуального Бога. Который, по их мнению, не соответствует их ожиданиям. А если это не так, тогда они ищут другого Бога, который бы мог им помочь. Ну, слово Бог это переводится как источник. И люди что видят? Они ищут мир покоя в чем? Кто-то в зависимостях попадает. Кто-то подрадает. Еще кто-то зависим от человеческих отношений. Кто-то зависит от земли и возможностей земли. Ну, к примеру, допустим, медицина сегодня. Вы знаете, что сегодня люди зависимы от эволюции медицины. Они зависимы от этого. Вот если сегодня, к примеру, медицина может что-то делать. Но есть вещи, которые медицина не может делать. Если посмотрим, что тысячу лет назад медицина была на таком уровне, что это не помогало людям. И люди были зависимы от этого. Сегодня, да, прогрессия есть. Но есть много вещей, которые медицина в то время не может разобрать. И поэтому получается, что многие люди стали заложниками. Заложниками, а это эволюция. Эволюция знаний, науки. И это делает людей рабом. И если кому-то завтра придет голову повернуть эту науку для еще большего угнетения людей. А мы знаем, что это существует. Все мы знаем, что есть даже лекарства современные, которые, на самом деле, подход к ним коммерческий, нежели помочь людям. И многие лекарства, на самом деле, даже такое слышу, как будто бы заговор против человека. То есть побочные эффекты этого лекарства такие, что человек теряет способность рожать, теряет способность увеличивать. То есть это задумано, действительно, теряет способность прогрессировать, мыслить и так далее, и так далее. Но Иисус пришел и открыл нам Бога, как источника жизни и источника исцеления. И когда он появился и начал демонстрировать, то что он следующее? Он собрал вокруг себя учеников. Учеников, которых он учил не о силе, а о вере. Что сила есть. Сила тут существует. Царствие Божие существует. Но мост, который человек должен соорудить внутри себя, это вера. Вера. И на протяжении трех лет Иисус учил людей о вере. И первое, что он открыл, это какой Бог на самом деле. Бог много раз подкреплял знамением голоса, звучащего от неба. Это мой сын. Возлюбленный. Его слушайте. Его слушайте. То, что он говорит, это от меня. И мы видим Иисуса, мы видим его Бога Отца. И Иисус открыл нам Бога как источник, как любовь. Поэтому, говоря сегодня о факторе вхождения Богом как источником, и в том числе физического исцеления, то у человека в своем сознании должен появиться эта связь, канал. Какой Бог. Какой Бог. Человек должен увидеть Бога, помощника ему. Бога, который хочет тебе помочь. Бог, который любит тебя, независимо ни от чего. Потому что сегодня существует много факторов, которые на самом деле пытаются разрушить веру человека. Что есть Бог любовь, что есть Бог источник вдохновения, радости, мира, покоя. И очень важно, чтобы мы сохраняли это слово в своих сердцах и в своих мыслях. И если такой канал начнет созидаться, то мы увидим действие Божие в нашей жизни как закон. Закон действия. Не как периодичность желания Бога, а как закон действия. Когда мы говорим о законе, мы всегда понимаем, что это определенное явление. Вот, к примеру, вот есть закон тяготения. Скажите, он всегда работает? Всегда. Ну, пока земля крутится, он будет всегда работать. Закон тяготения. И он работает в независимости от того, какого сегодня желания Божия. Ну, до тех пор, пока существует земля, существуют и законы на ней. Аминь. И также можно сказать, пока сегодня существует понятие царство небесное, или, как Иисус сказал в Луке 4 главе, в 19 тихе, Возвестить время милости. Сегодня время милости. То сегодня будет действовать закон любви. Закон прощения. Прощения грехов. И закон исцеления. Так же так. Закон исцеления. Это будет... Закон исцеления будет работать в наших телах, в наших сердцах и мыслях, и по отношению другим людям. Точно так же, как этот предмет, который всегда падает. Понимаете? Скажите, он будет всегда падать? Ну да. Везде? Утром и ночью? Конечно. В дню? В магазинах? В домах? В церквях? Вот так же там и работает закон Божий. Закон исцеления. И Иисус, когда учил учеников, Он говорил, чтобы это не слить до края земли, демонстрировал царство Божие. И в Марке 16 главе и написано, что знамения будут сопровождать нас. Знамения – это доказательство того, что Его Слово есть истина. И когда человек начинает открывать для себя Бога, как источника, в чем это выражается? Стремление человека изменить ход твоих мыслей. В Матфея 4 главе в 16 стихе написано, 16-17. Даже в Семенном написано, свет воссиял среди тьмы людей. И написано, что Иисус с того момента начал ходить и говорить – покайтесь. Ибо приблизилось царство Божие. И форма покаяния – от начала не просто сожалеть о своих протупках, как люди думают. Покаяние – это измените мышление, измените угол вашего зрения на те события, которые окружают вас. И в первую очередь на Бога, который открылся вам, как Бог есть любовь. Аминь. И если внутри человек начинает созидать внутри тебя, формировать направление движения по отношению к Богу, и видеть в Нем источник своего утешения, делать шаги, то что произойдет? То произойдет то, что Бог начнет проявляться. И те законы, и те ресурсы, которые Бог даровал уже человеку, они начнут открываться для человека. Аминь. То есть человек начнет практику изменения мышления. Но причина, по которой люди сегодня говорят о Боге, они могут быть религиозными. Они могут быть по-разному выражать свои отношения. Но при этом не происходя никаких тех же самых событий, которые были в Иисусе Христе и Его ученикам. Это говорит, что сердце человека на самом деле огрубело. И даже самые набожные люди, которые при этом отвергают Божью силу и Божью любовь здесь сегодня, их сердце еще не растаяло. Поскольку они продолжают видеть в Боге источник своего наказания или источник своих болений или проблем. Что Иисус сказал по этому поводу? Вот три места, которые говорят о пророчестве Исаии. И в трех местах Библии еще подтверждено. Сам Иисус говорил об этом. Это Матфея 13.15. Он говорит, огрубело сердце человека. Человек не обращается к Богу, чтобы Бог его исцелил. Понимаете? То в Боге нет проблем. Проблема в самом сердце человека. Потому что человек перестал видеть в Боге источник. И не обращается к Богу. И не стремится. И не формируется. И созидает этот мозг личной веры. В Иоанна 12 главе 40 тихе написано окаменело сердце. Вы знаете слово окаменело? На что это похоже? Это похоже на раствор цемента. Сначала он жидкий. Он соединяется вот так. И ты можешь его лепить, знаете, как пастилей. Он может меняться. Или как вот эти сосуды, знаете, делают, глины. И делают они податливые. Пока они податливые. Пока они согласны быть в твоих руках. Бог может принять эту форму. То есть человек может дать им форму. Но как только он затвердел. А затвердел, это значит, что человек не меняет ход твоего мышления. Он отрицает при собственном мнении. То он остается каменным. И чтобы глиничек не хотел бы сделать сосудом. Есть только один момент. Разбить его. Уже все, ничего ты не делаешь. И Иисус в двух местах. И потом в книге Деяния было подтверждено. Когда Иисус сам удивлялся людям. Он говорит, вот я здесь. Вот вы видите чудеса. Вот вы видите исцеление. Почему ваше отец так грубел? Обратитесь. Увидите Бога. Стремитесь. И тогда Бог исцелит вас. Вы знаете, вот эта комната исцеления. Цель его это разоблачить этот обман. И открыть людям альтернативу. Иисус. Как бы ни было. Какое бы у людей не сложилось мнение или мышление. Не важно. Иисус пришел. И когда Он пришел, с этого момента человечество трансформировалось. Представьте себе. 12 человек, которые вокруг Иисуса перевернули весь мир. И сегодня на протяжении многих, ну, 200 лет. Так Diego. Какой гадированной гадированной гадировой стройки. infrastructure hasta Creo liegen. Удачи.